Здравствуйте! Нам с вами сегодня определенно повезло. Мы будем начнем заниматься определенным интегралом. Вот такая очень полезная и хорошая вещь, определенный интеграл. Вот им-то мы и будем сейчас заниматься. Значит, что это такое есть, определенный интеграл, в отличие от неопределенного? Значит, пару слов позвольте вам сказать о том, что же такое неопределенный интеграл, напомните. А это вот такая вот штуковинка. Это вот когда вы имеете некую функцию и стараетесь найти функцию, производную от которой равна заданной вам функции. Это называется первообразная. Вот это называется неопределенный интеграл. За то, что он, за то, что этот интеграл может быть вам известен с точностью до произвольного постоянного слагаемого. Вот за это он называет неопределенным. Потому что, согласитесь, производная от константы равна нулю. Если вы прибавите к вашей первообразной любую константу, то производная от нее не изменится. Все равно это будет первообразная той функции, от которой вы искали его. Вот что это такое. А что же такое определенный интеграл? Так вот, потребность вычислить определенный интеграл, знаете, когда появляется? Когда вам нужно посчитать площадь под графиком функции. Вот как это называется. То есть, что это такое? Это вот, скажем, есть у вас зависимость функции от х, скажем, скорость от времени. Значит, за время между моментом а и моментом б какой путь пройден. Или это скорость изменения, ну, значит, капитала, да, скорость прироста задолженности, да. Там какие-то, вот, так сказать, менялись штрафные санкции и все такое прочее в период времени. Значит, у вас как сильно изменился капитал за это время? Каким он стал? Сколько вот это изменение капитала составило от А до Б в промежутке времени? Ну, это я вам к экономике привел. Так обычно об этом никто не задумывается. Математика хороша сама по себе, потому что она математика. И вот давайте на это дело поподробнее посмотрим. Вот картиночка. На ней написано, значит, график нарисован, да. В координатах горизонтальной ось Х на ней отмечены две точки А и Б. И вот нужно нам посчитать ту площадь заштрихованную. Обычно это называют так криволинейная трапеция, да. Вот если на нее сбоку вот так вот посмотреть, положив голову на левое плечо, я вот так на экран смотрю, положив голову на левое плечо, я вижу тогда, значит, у меня вот внизу, значит, боковая сторона прямоугольной трапеции. Вот с одной стороны это прямоугольная трапеция, С другой стороны, вот эта третья сторона, такая кривая линия какая-то За это называют криволинейные трапеции Ну, какая-то площадь существует, правда? Не отнять от этого Площадь есть Площадь есть И более того, я придумаю такую формальную функцию Нас интересовала площадь между вертикальными линиями Соответствующими ха и b Вот эта площадь интересовала А я так вот введу величину c Она меньше а, кстати говоря, у меня нарисована И буду вот эта площадь такая От c до х Вот такая вот трапеция Вот она, такая вот трапеция От c до х Это функция, не правда ли? Это функция от х Значит, как она себя ведет? Чему она равняется? Мне-то, например, понятно, что это такое Что это на самом деле одна из первообразных функций f малой от х Вот хотите верите, хотите нет Но я вам сейчас это дело постараюсь доказать Доказать буду, конечно, намеками некими Вот, намеками показать, что действительно Вот эта площадь криволинейной трапеции Вот такая вот От c до х Есть одна из первообразных функций f от х Ну, сейчас будем смотреть Значит, вот смотрите-ка Давайте поподробнее на это дело Поглядим на эту картинку Вот такая вот картинка Вот график функции Это наше f от х меняется во времени каким-то образом Х И к этому х добавляем бесконечно малое приращение Дифференциал dx Бесконечно малое приращение Соответственно, на этом приращении Приросла такая полосочка, да? Узенькая-узенькая Значит, если так уж на нее смотреть, честно говоря То эта полосочка бесконечно узкий прямоугольник Такой вот Высота этого прямоугольничка f от х Ну, примерно f от х Вот на длине вот на этой dx Чем хороши бесконечно малые величины Вот это вот шажочки от х до х плюс dx f от х просто не успел измениться, да? Ну, не меняется он Маленькая dx Бесконечно малая величина То есть вот так вот можно вот себе Себя настроить, не писать Каждый раз предел При дельта х стремящемся к нулю Ну, и с богу в рай Вот когда dx, вот это вот гораздо лучше Так Ну и что же получается? Значит, вот этот вот заштрихованный столбик Такой вот прямоугольничек Бесконечно узенький Это дифференциал функции s ds Это вот настолько приросла площадь Между точкой, значит, вот Между вертикальной линией c и линией x, да? Когда к x добавили dx Вот площадь вот этой вот криволинейной трапеции Вот настолько она приросла Так, елки-палки Если сейчас мы возьмем дифференциал s Разделим на дифференциал x Что получим? Мы же получим производную От функции s ds по dx И она равна то у нас f от x Что же получается? Получается, что s Это, простите, первообразная функция f от x Вот в чем дело-то оказалось Это открытие просто-таки завораживающее Потому что оно позволяет вычислять разного рода Значит, интегралы определенные, как говорится Площади разные считать А это вещь, вычисление площадей Оно полезно не только для землемеров А отнюдь даже не для них А это сплошь и рядом в статистике И в теории вероятности Это вот те разделы в математике Которые я вот вам провожу такую мысль Что они наиболее, скажем так Близкие и полезные экономистам И различным другим товарищам Которые называют себя гуманитариями Вот это самые, так сказать, для них полезные разделы Ну давайте посмотрим Как же будем считать мы Этой вещи Значит, ну я вам постулировал тот факт Что s от x это одна из первообразных функций f от x То есть фактически это называется неопределенный интеграл f от x на dx Правда, неопределенный интеграл нам известен с точностью До произвольной константы Но здесь это как-то вот не совсем так У нас зафиксировано начало-то, да Зафиксировано начало вот этого вот участка На котором площадь считаем в точке c А представьте себе, что мы сдвинули вот это вот начало В любую сторону Значит, у нас тоже получается функция немножко другая, производная Та же самая будет, правда? Вот Так вот, к чему я клоню Вот эта вот функция f от x Вот под ней площадь Чему она равна? То, с чего мы начали Давайте смотреть Вот я нарисовал вот так вот шикарно Смотрите-ка f от a Это будет что называться? Это будет f Ф большой от a, имеется в виду Это будет площадь между вертикальной линией x равно c, и вертикальная линия x равно a. f от b – это площадь между вертикальной линией c и вертикальной линией b. Да? Так ведь? А чему же тогда равняется заветная площадь между линиями a и b? А это у нас равняется разнице. Нужно от площади между c и b, между точками c и b, отнять площадь между точками c и a. То есть f от b минус f от a. Да. Помните, я это вам, когда мы про теорию вероятности толковали, этой формулой я вас все завлекал в математику, говоря, что это же формула Ньютона-Лейбница, каждый культурный человек ее обязан знать. Можно даже такие слова сказать, непонятно, подействуют они на вас или нет. Ну, в общем-то, ну, как бы вот, а что вы, собственно говоря, про взятие карфагена вроде знать должен культурный человек, да? А что же про формулу Ньютона-Лейбница не должен, что ли? Должен. Это такие же азы, как и, значит, поверхностные знания мировой истории, так и поверхностные знания высшей математики. Такие же азы. Вроде как в элементы высшего образования должна не входить в понятие, да? Правда? Вот, знаете, вот поучительная мысль такая пришла мне сейчас в голову, хочу вам рассказать. Вот учимся мы, учим мы детей в институте, да, получают они высшее образование. Они нам говорят, ну, скажите, зачем нам вот это вот потребуется в нашей практической работе? Ну, понимаете, вот свод практических каких-то вот навыков, когда дается человеку, это ему не высшее образование дает, это его, ну, какие-то там, не знаю, курсы кассира, да, вот это вот, это вот, да, набор каких-то знаний, вот, все больше ничего не нужно. Это не высшее образование, это самые, так сказать, азы, это фактически профессионально-техническое обучение, вот так можно где-то назвать, ПТУ, да? Вот, где-то так. А когда речь идет о высшем образовании, там дается большой запас лишних знаний, вроде бы, да, и он может оперировать. Вот по этому поводу я как-то слышал историю такую вот. Некая дама закончила, по-моему, в Лондонский университет. Закончила она его по специальности древнегреческий язык и литература. Вот такая специальность. Ну, очень узкая, прямо скажем, специальность. Где-то надо искать ей работу. Ну, где это, кажется, это где. Но специалист по древнегреческому языку и литературе, но в основном сам преподавать может ее, правда? Самому бы ей вот где-то кому-то что-то преподавать древнегреческий язык и литературу. Естественно, такого количества спецов по древнегреческому языку и литературе не требуется, как вот по каким-то другим отраслям знаний. Поэтому найти такую преподавательскую должность было трудно. И она разослала в разные учреждения свое резюме. И приходит приглашение из банка некоего. Мы с ней побеседовали, взяли ее на работу. Она их так спрашивает. Ну, вообще-то говоря, вот я вас всех, конечно, уважаю, я к вам хотела поступить на работу и поступила. Но вы мне скажите, зачем вам специалист по древнегреческому языку и древнегреческой литературе? А ей так и объясняет, так сказать, ее шеф. Видите ли, в чем дело? Дело в том, что если вы разобрались в таком сложном вопросе, как древнегреческий язык, то уж в наших банковских делах вы тем более разберетесь. Вот ни больше, ни меньше он ей это сказал, правда, на современном английском языке, а не на русском. Вот такие вот слова. Ну, по поводу математики, есть тоже очень занятный анекдот. Он не совсем корректен по отношению ко мне. Но, тем не менее, я вам его расскажу. Анекдот следующий. Кстати, знаете, откуда я взял? Он был использован в качестве эпиграфа к одной книге по высшей алгебре. Вот. История такая. Некий китаец, очень много лет, по-моему, там в анекдоте сказано 25 лет, учился охоте на драконов. Он знал про драконов абсолютно все. Он знал все их повадки. Он знал, как по следу определить, значит, месяц беременности, на котором, так сказать, находится, так сказать, дракониха. Знал, как по помету дракона определить, чем он питался, какое бы у него настроение. То есть, знал все способы выслеживания, преследования и уничтожения драконов. Наконец, на 25-й год своей учебы он сдал все экзамены, все курсовые работы, получил диплом. По-моему, кажется даже с отличием. Получил диплом, и тоже перед ним, как перед той дамой с древнегреческим языком, встал вопрос, а где искать работу, чем заниматься дальше. Ведь дело в том, что драконов-то ведь в реальной жизни не существует. Ну, подумал-подумал, и в отличие от той дамы, не стал свое резюме рассылать. Он, наоборот, поступил совершенно. Он стал других людей учить охотиться на драконов. Вот в этом, говорят, и заключается, ну, скажем так, вот, смысл профессиональной деятельности математиков, занимающихся такими вот фундаментальными разделами математики. То, о чем мы говорили, это сугубо прикладная математика. Она находит конкретный спрос, да? Вот. А вот тех разделов, вот как раз к теме раздела математики, книжка «Цитируемая мною» относилась, где вот этот вот эпиграф был использован. Вот, ну, вот так вот, вот я вот так вот с гордостью рассказываю, как я вот, значит, учу убивать драконов, люди. На самом деле я не учу убивать драконов. Я учу охотиться, может быть, на волков, может, на медведей, может быть, на какую-то мелкую дичь. Но это чисто конкретная и еще не истребленная до конца дичь. То есть какие-нибудь мыши, крысы, тараканы, это всегда в вашем распоряжении есть. Вот. Ну, уж извините, если я что-то лишнее вам сказал. Значит, давайте вернемся к нашей истории. Значит, мы выяснили с вами. Выяснили с вами замечательную вещь, которую, вообще-то говоря, в цивилизованном мире называют функцией Ньютона-Лейбенца. Вот она. Формулы, простите, Ньютона-Лейбенца. Значит, определенный интеграл от А до В, так это называется, то есть площадь подкриволинейной трапеции между, значит, вертикальными линиями, соответствующими ХА и ХБ, равняется разности первообразных. Вот это вот подинтегральные функции. То есть разности первообразных значений на верхнем и нижнем пределе. Одно и то же, естественно, первообразно. Как у нас там была первообразная, это была площадь между линией С, соответственно, линией В и линией А, да, так и здесь, вот в таком вот ключе. Как это нам применить? Ну, давайте для разминки, чтобы понять, что к чему, посчитаем площадь вот такого вот, так сказать, сухарика, почему-то мне хочется назвать, вот сухарик такой вот, площадь его, ограниченная линиями какими? Вот одна линия У равняется Х, видите, это прямая, так вот, под 45 градусов идущая к оси Х, да, видите, вот такая прямая У равняется Х. И парабола У равняется Х квадрат. Вот правая ветвь параболы здесь тоже изображена. И вот тот сухарик, площадь которого мы собрались определять, он заштрихован. Так, ну, так чему же он равен? Давайте-ка подумаем, сосредоточим свое мышление. Значит, он равен, наверное, вот чему. Тут тоже своего рода разность. Значит, нужно посчитать площадь под прямой линией У равняется Х на участке от нуля до единицы, да? Именно в точке единицы пересекаются линии У равняется Х и У равняется Х квадрат. Вернее, это одна из точек пересечения, а другая точка пересечения – ноль, правда? Вот смотрите, когда Х равен нулю, Х квадрат равен Х. И когда Х равен единице, Х квадрат равен Х. Вот больше других точек нет. Но при желании можно это решить, как, соответственно, квадрат на уравнение, Х квадрат равняется Х. Оба корня мы нашли, кстати, здесь с вами. Вот. Придется вычитать из площади красивого такого прямоугольного треугольника площадь вот такого вот, вообще это называется, криволинейной трапеции. Но у нас это выглядит, как какой-то вот прямоугольный треугольник с кривой гипотенузой, да? Такой с изогнутой, с прогнувшейся под тяжестью впечатлений гипотенузы. Вот. Вот они. Это интегралы. Вот первый интеграл. Площадь. Интеграл от нуля до единицы, от Х на ДХ. Это площадь вот этого прямоугольного треугольника, настоящего прямоугольного треугольника. И вот минус площадь этого прямоугольного треугольника с прогнувшейся гипотенузой, да? Минус от нуля до единицы, от Х квадрат интеграл. Дальше для успеха предприятия всего нашего вот этого по вычислению площади сухарика нужно хорошо разбираться в вычислении интегралов. Находить первообразные. Хотя бы одну первообразную Для каждого этого интеграла найти Так, для х первообразное х квадрат пополам, правда? Потому что от х квадрат пополам производная чему равняется? 2х делить на 2 х, точно А для х квадрата что есть первообразное? Я вообще-то как-то в уме могу это посчитать Это х в кубе делить на 3 Потому что производная от х в кубе делить на 3 будет что? 3х квадрат делить на 3 Просто х квадрат Вот как Ну и что? И надо считать Считать, поехали Вот так вот это записывается Вот они эти первообразные х квадрат пополам минус х в кубе делить на 3 И рядом стоит такая черта вертикальная Вот оказывается, иногда эта вещь называют палочка Ньютона-Лейбница Вот так Чтобы не записывать так вот значение на верхнем пределе минус значение на нижнем пределе значение в точке единицы минус значение в точке 0 Вот это означает такую палочку Да? Как вот интеграл у нас был Там писалось от 0 до 1 Да? Так и здесь пишется Вот тоже от 0 до 1 Да? То есть в точке 1 минус в точке 0 Ну, считать это не трудно Да? Квадрат единицы пополам 1 вторая минус квадрат нуля пополам Тоже Минус половина квадратного нуля минус 0 И тоже тут то же самое 1 треть минус 0 1 вторая минус 1 треть Давайте полюбуемся на это дело Ну, будьте уверены, что если все это правильно посчитать от 1 второй 1 треть будет 1 шестая Вот Ну, вот вообще-то говорят что теперь молодежь не знает вычисления вычитания дробей И даже пытаются вычитать отдельно числители отдельно знаменатели Нет, их надо привести сначала к общему знаменателю а потом уж вычитать А общий знаменатель тут будет 6 как раз Да? Потому что 2х3 равно 6 Значит, вот площадь этой фигурки этой милой фигурочки всего лишь навсего 1 шестая Давайте так вот прочувствуем что это такое есть Вот площадь квадратика единичка на единичку Да? Вот он там пунктиром фактически выделен Любуйтесь Вот он пунктиром выделен Он и единице равен Да? Площадь половины этого квадратика То есть вот если проведение прямой у равняется х вот все, что под ней да? Вплоть до оси х это 1 вторая А вот это вот 1 шестая То есть это 1 треть 1 треть от 1 второй Вот сколько Да? А вот под х квадратом там просто 1 треть от целого Да? Вот так вот То есть там вот 1 шестая внизу под параболой вот этой Да? Это называется треугольник спрогнувшийся там Но в 2 раза больше эта площадь 1 треть Ну вот так вот Ну мне это доставляет радость потому что в силу моей подготовки определенной А я вам так скажу Вот люди занимаются спортом Да? Вот прыгают и прыгают штангу поднимают и поднимают ногу задирают и задирают Представьте себе Вот для человека не спортивного Ну как это может доставлять удовольствие да? Таскать железяку вверх-вниз Да? Так вот это вычислять интеграл Да? Вот одной моей студентки которая не любит математику у нее мама преподаватель математики в школе Приходит как-то эта девочка домой А мама ее сидит и за столом и какие-то пишет формулки решает какие-то задачки Девочка к ней Мам что-то такое Ой дай мне отдохнуть я вот сейчас отдыхаю и вот задачки решаю Дею это совершенно потрясло дочку Только так можно для отдыха заниматься тем что решать задачи А точно так же как для отдыха можно штангу поднимать или бегать по кругу вокруг парка Это то же самое дело абсолютно Я вас уверяю Так Ну вот эти наши интегралчики записаны Вот они посчитаны И дальше я смелюсь вам напомнить следующую вещь Когда у нас с вами в теории вероятности появилась мысль вычислить называлось это так вычислить вероятность чего-либо вероятность того события что случайная величина принимает значение меньше х У нас это называлось функцией распределения Мы еще там использовали букву КСИ такую вот неприятную очень Помните такая КСИ которая Дзи вроде по-рамянски читается Так вот мы тогда использовали эту функцию f от х большое на плюс бесконечности она равнялась единице у нас потому что с вероятностью уж точно единица случайная величина примет значение меньше плюс бесконечности то есть хоть какое-то значение а на минус бесконечности у нее предел ноль потому что уж точно с вероятностью ноль случайная величина примет значение меньше минус бесконечности потому что таких значений просто не существует Так сказать, математически От минус бесконечности вообще нечто такое абстрактное Так вот интеграл от минус бесконечности до х От чего? От функции f малая f малая это значит плотность распределения Так вот называлось f большое мы называли функцией распределения а f малая плотность распределения И выглядела она совершенно как функция Ньютона-Лейбница Смотрите, значение функции распределения Значит, в точке f от х Значение первообразное в точке f от х Минус значение первообразное в точке минус бесконечности Ну, это абстракция некой минус бесконечности Вот, ну, тем не менее, мы уже договорились Что в минус бесконечности функция равна нулю Так что все нормально получается Вот это вот f от х меняется от нуля до единички Вот она А вот эта вот плотность распределения Это та самая функция, интеграл от которой Равняется функции распределения Так вот, если проинтегрировать От минус бесконечности до плюс бесконечности Это называется так Определить вероятность того, что случайная величина Примет хоть какое-то значение Это что получится у нас? Это у нас получится разность первообразных На верхнем пределе На плюс бесконечности и на минус бесконечности С вероятностью единицы случайная величина Меньше бесконечности То есть получается единица минус 0 Единица Вот это называется у нас График функции плотность распределения Случайной величины И оказывается он имеет не просто вот такое вот Какое-то Ну Расплывчатое значение Как бы вот лишняя Красивая идея Да Помнится я вам Вам Давал иллюстрацию Функции распределения Я даже ее, кажется, рисовал я вам на картинке Функции распределения Случайной величины Дискретной Дискретной случайной величины Это количество очков Выпавших при бросании двух костей У нас был такой пример Помните, две кости игральные На них На каждой косточке Это кубик Шестью гранями На каждой грани Очки От одного до шести Всего у нас, значит, вариантов выпадения Количества очков от двух до двенадцати То есть одиннадцать вариантов Каждый из вариантов представлены своей вероятностью Самая маленькая вероятность Одна тридцать шестая Вот Такая вот вероятность Вот так вот у нас там было дело поставлено Неплохо Ну вот Ну и там совершенно непонятно было А зачем нам это вот Функции распределения какая-то там А тут, оказывается, еще и плотность распределения Все какие-то интегралы От минус бесконечности на бесконечности Не спешите Это очень полезная вещь Вот для чего Я все буду так подходить издалека Вот смотрите Захотели мы посчитать вероятность того Что случайная величина Вот ее кси Тут она вот так обозначена Вот так вот Такой противной всегда Она казалась не такая противная буква кси Противная, потому что ее трудно очень Как-то вот записать от руки Значит, эта буква кси То есть случайная величина Принимает значение в диапазоне между а и б Как эту вероятность посчитать Вот для непрерывной случайной величины А к непрерывным случайным величинам, кстати, много Какие полезные величины относятся, да? Ну вот, например, вес пакета с сахаром Это случайная величина Непрерывная случайная величина Вес или рост человека Ну вот пришедшего на медицинский осмотр Тоже случайная величина А ничем характеризуется Помните, случайная величина Назывался так Среднее значение по-простецки, по-нашински, да? То есть средний рост У математиков, там у них свое слово есть В теории вероятности Математическое ожидание А есть еще разброс случайной величины Дисперсия Так называют Но это разброс Это не вот тебе просто разброс Самый большой минус самый маленький, да? Это не разброс Это диапазон варьирования называется А дисперсия Это средний квадрат отклонения От среднего значения Звучит очень красиво Кстати, для практического вычисления Можно использовать такую формулу Средний квадрат минус квадрат среднего, да? Средний квадрат и квадрат среднего Я вам напомню еще раз Это две большие разницы Ну вот два числа вам привожу Например, 2 и 4 Среднее значение сколько будет? 3, правда? 2 плюс 4, 6 Пополам 3 А средний квадрат Это значит 2 в квадрате Плюс 4 в квадрате То есть 4 плюс 16 20 пополам Не забудьте 10 То есть средний квадрат 10 А квадрат среднего 3 в квадрате 9 То есть видите, вот дисперсия Для этих вот двух вот величин Таких вот два значения просто у нас есть Получается равна одной квадратной единице С квадратными единицами не очень удобно работать Когда вот речь идет о разбросе каких-то вот, ну, явно линейных вещей, да? Скажем, что значит дисперсия веса квадратные граммы Или квадратные килограммы Это тяжко достаточно воспринимается Поэтому используют корень квадратный из дисперсии Среднее квадратическое отклонение Оно тоже в обычных килограммах, граммах То есть, ну, в тех же самых единицах, что и математическое ожидание Что и среднее значение То есть средний квадрат отклонения и среднее значение Ну, сопоставимых, соизмеримых единицах Значит, их можно соизмерять Ну, так вот, вот оно, наша вероятность Вероятность того Что случайная величина принимает свое значение между А и Б Это площадь под кривой Площадь под этой кривой Вот она, площадь И вычисляется это сугубо с помощью формулы Ньютона-Лейбенца Это первообразная от функции распределения Вот она, вот такая вот Разница ее на верхнем и на нижнем значениях Первообразные от плотности распределения, простите То есть, разное значение функции распределения На верхнем и на нижнем основаниях Вот так вот Вот очень удобно Очень удобно Ничего не скажешь Но самое важное и удобное Это вычисление площади, конечно Вот в чем дело. Не площадь, а вычисление средних значений. Вот давайте так вот абстрагируясь от реальной действительности, немножко порассуждаем. Вот смотрите-ка. Ну, можем мы всех, все случайные величины, разбить на какие-то группы. Маленькие, очень маленькие. Ну, скажем, вот есть у нас вес людей, да, например. Средний вес определять собираемся, посетителей, пришедших на медицинский осмотр. И такие, выделим всех, вот всех, кто весит между 60 килограммами и 60 килограммами один граммом. Вот с какой вероятностью, значит, вот человек, пришедший весом, будет в этом диапазоне. Это очень маленькая вероятность, да. А как ее можно определить? Определить ее можно так. Надо взять вот эту плотность распределения для, сколько там, для 60 килограммов, для Х, да. Вот, и вот в таком узеньком диапазончике один грамм. Вот, посмотрите-ка внимательнее. Вот, они от души нарисованы узкие диапазоны, как можно уже, то есть как можно сложнее, чтобы их увидеть, да. И вот в середине каждого диапазона, в серединке каждого диапазона, там проведена вертикальная черта. Это вот, скажем, Х, там ИТ, номер И, следующая, Х, И плюс первый, следующий диапазончик. Да, вот они, два соседних, это вот 60 килограммов, 60 килограммов один грамм, 60 килограммов два грамма, да. И вот площадь вот этого узенького-узенького столбика. Это что такое? Это вероятность того, что, значит, случайная величина туда попадет, да. То есть как у нас, как я вас пытался учить определять математические ожидания. Помните? Я учил вас суммировать произведение вероятности на значение случайной величины, дискретной. Мы здесь вот пытаемся непрерывную случайную величину заменить на дискретную. Ну, вот та предыдущая картинка, это была так, это более-менее, значит, правдиво нарисовано, то есть что отрезки были бесконечно малые, да. А здесь я вот так вот, ну, смело как бы их увеличил, ну, для иллюстрации, да. Ну, что мы тут видим? Видимо, следующее. Смотрите-ка. Дельта икс – это ширина этого, значит, нашего столбика, да. Дельта икс – ширина нашего столбика. Ну, или дэкс, если хотите, дифференциал. Умноженное на f от икс. Вот это вероятность попасть вот в этот узенький столбик. Если все эти вероятности просуммировать, получится единица. То есть интеграл надо вычислить вот такой вот от минус бесконечности до бесконечности, f от х на dx. Вот тут вот прозвучало это слово интеграл в смысле некого объединения, некого суммы, да. По-моему, была такая у нас раньше радиостанция юности, там была, так сказать, рубрика «Интеграл», да. Интеграл имелось в виду про студентов, что вот студенты все вместе живут там и учатся, вот интегрированность некая, да. Вот тут имелось в виду интеграл. Вот почему она, значит, рубрика про студентов называлась «Интеграл», потому что она обозначает некое объединение какое-то, да, вот так вот в мыслях гуманитарев готовишь эту передачу. Так вот, очень легко нам применить свои сведения дальше. Что это такое и есть математическое ожидание или среднее значение непрерывной случайной величины? Мы его предварительно дискретизируем с вами, да, на маленькие дельта-иксики разбиваем, да. Вот там вот дельта-икс, х на p от х на дельта-икс. Ну, там, к сожалению, в сумме это пропущено, но внизу интеграл-то написан. Интеграл по всем возможным х, от минус бесконечности до плюс бесконечности, х на f малое от х, на плотность распределения, и умножить на dx. Вот это вот интеграл х на f от х на dx. То есть, человек, умеющий вычислять такого рода интегралы, он может вычислить среднее значение случайной величины. Вот так вот с торжеством в голосе я вам об этом сообщаю. На самом деле, только потому, что я намерен показать вам, как это можно делать, значит, красиво, по-хорошему, для того, чтобы считать некие жизненные, вроде бы, или околожизненные задачи, да. Терпение и еще раз терпение. Так, значит, помните, я вам толковал про то, что мало мне одного среднего значения, мало мне только мат ожидания. Мне нужно знать разброс, степень разброса, дисперсию, да. Что толку от того, что я буду знать среднюю температуру, значит, тела пациентов по больнице, да. Мне нужно знать еще дисперсию, среднеказортическое отклонение от средней температуры, да. Что толку, что я знаю, что средний вес пакета с сахаром 2 килограмма, двухкилограммовый пакет и средний вес 2 килограмма. Мне нужно знать, какова дисперсия, сколь сильный разброс. Если разброс будет составлять, там, десятые или сотые доли грамма, покупатели особенно меня жаловаться не будут. А если среднеказортическое отклонение составит 100 граммов, то, простите, проблем не оберешься с людьми, которых обвесили, да. Потому что они будут полное право иметь, так сказать, обращаться во всякие проверяющие структуры, правда. Они будут считаться себя, так сказать, обвешанными, вполне справедливо причем, да. Вот, ну вот, надо выяснить, сколь это можно, да. Порох развешиваем по патронам, да, среднее значение одно, а разброс. Если разброс будет маленький, это патроны очень хорошего качества, их в спортивных состязаниях будут использовать, да. Раньше на них такой звездочкой помечали, вот, для мелкашки патроны. Вот такие вот были они, так сказать, желтенькие гильзы и звездочка помечена гильза. Это вот, значит, классные такие патроны на соревнованиях, их мастера всякие используют. Ну, а разные школьники там, ГТО, когда сдают серенькими, пах-пах, стреляют, вот так. Ну, это ладно, это все из старой нашей, из стариковской жизни, как моя бабушка все вспоминала, как было при царе хорошо жить, так я сейчас вспоминаю, как хорошо при советской власти, да. Вот, но на самом деле просто моя бабушка при царе была молодая, а я при советской власти был молодой. И мы все вспоминаем про то, какие мы были молодые. Вот и все. Когда мы были молодые, да как хорошо было-то нам, нам было быть молодым. Не значит, что... А вы будете потом, когда старыми будете, если вы еще не старые, вспоминать, как вот было хорошо вот в 2000-е годы-то. Ох, как хорошо-то, не то, что сейчас. Вот. Ну, да ладно. Так вот, средний квадрат. Тот самый средний квадрат, что необходим для вычисления дисперсии. Тоже элементарно считается, да. Интеграл х квадрат на плотность распределения, да. Вот. Это так считается мат ожидания. Х на f от х интегрировать надо. И здесь х квадрат на f от х. То же самое интегрирование. Если хотите, можно дисперсию их считать вот так вот, как мы, я вам советовал, средний квадрат минус квадрат среднего. Либо, либо, значит, считать как интеграл х минус мат ожидания в квадрате умножить на f от х. Ну, кому что нравится. Тот так и считает. И вот давайте я вам сейчас познакомлю вас с одним из самых простых распределений. Называется это равномерно распределенная случайная величина. По-моему, это по-английски называется random variable. Равномерно распределенная случайная величина. Поэтому есть такая вот функция в некоторых, значит, языках программирования, скажем, в бейсике. RND, да, или random, да. Вот. Вот так вот она называется. Она выдает случайную величину между нулем и единицей, да. Вот такого рода случайная величина между нулем и единицей, она всегда используется для генерации случайных величин, распределенных по любому закону. Это очень полезный, в общем-то говоря, способ, потому что позволяет моделировать разные жизненные процессы, в которых играет большую роль случайность. Вот это вот называется так вот, генерирование, моделирование. Метод Монте-Карло такой, слышали, есть? Вот это называется моделирование по методу Монте-Карло. Есть такое чудное место Монте-Карло. Главной его достопримечательностью является, значит, так сказать, казино, где постоянно вот генерируются всякие вот случайные числа, значит, номера, которые на рулет, например, выпадают. Так вот и здесь у нас в методе Монте-Карло что-то генерирует. Так, ну надо сказать, что равномерно распределенная случайная величина не только вот для генерации всех прочих величин используется. Ну, скажем так, вы, значит, как бы сказать, приходите на свидание в момент времени А и до момента времени Б ожидаете. И вот ваше визави, которое, значит, ждете вы на рандеву, которого или которого, вы знаете, что это, значит, человек придет к вам, значит, в любой момент времени между А и Б он появится. Ну, такой человек, он, например, ведет с электричкой, вот электричка приходит где-то в этом интервале, ну, равномерно распределена она по этому интервалу в момента прихода электрички. Вот вы с этой электрички его где-нибудь на станции метро при вокзале встречаете его, да? Ну, в этом отрезке времени равномерно может появиться. Ну, вот я предлагаю нам сейчас с вами определить, как можно вот эту функцию, плотность распределения вот такой вот равномерно распределенной случайной величины записать, ну, чисто функционально. Ну, давайте поглядим на это дело повнимательнее. Вот отрезочек от А до Б. И надо нам посмотреть, вот эта вот высота этого вот прямоугольничка, какая, вопросительным знаком она обозначена. Да она такая, чтобы площадь этого прямоугольника равнялась единице, правда? То есть, на самом деле, это будет единица делить на Б минуса. Б минуса – это его длина основания, а площадь вот такая. Вот вам, извольте, его площадь. f от x равняется единице делить на Б минуса, если x принадлежит отрезку от А до Б, и равняется нулю, если он ему не принадлежит. А чему же тогда равняется мат ожидания? Да тоже очень просто посчитать. x квадрат пополам, да? И вот делить надо на Б минуса. И палочка Ньютона-Лебенц, кстати, появилась, что интегрировать нам придется от А до Б. Ведь на всех остальных участках, вот он, убедитесь, она равна нулю плотность распределения. Хорошо, проинтегрировали. Что получили? А получили нехитрую вещь. Тут еще подсократить можно. Получается Б плюс А пополам. Ба, да это, смотрите-ка, это аккурат серединка отрезка АБ. То есть в среднем ваш, значит, человек, которого вы встречаете с этой пресловутой электрички, он как раз в среднем в серединку этого отрезка приходит, да? В среднем, да? Значит, в половине случаев он придет позже, в половине случаев он придет раньше. Вот так вот по практике. Если регулярно, значит, встречи ваши происходят, то это вот такая вот, значит, ситуация. Или пришли вы в кинозал и ждете, когда начнется фильм. Значит, он, или спектакль, когда в театре начинается, он, ну, редко начинается ровно в положенные 19 часов, значит, какое-то еще время проходит. Вот он, значит, равномерно в течение, там, пяти минут, скажем, вот происходит реальное начало спектакля. Кстати говоря, как посчитать дисперсию? Вот, извольте, средний квадрат считаем, да? Х-куб делить на 3b минус а. И палочка стоит от а до b. Палочка ньютона-лебница. b-куб минус а-куб, да? Я сокращать умею такие вещи. Помните? Разность кубов. Я такую скороговорочку вам скажу. Значит, разность кубов, это, значит, разность этих чисел умножить на неполный квадрат суммы. Вот неполный квадрат суммы, это вот это вот то, что в последних правых скобках стоит. Это называется неполный квадрат. В полном квадрате было бы 2ab, а здесь просто ab. Поэтому называют неполный квадрат. Ладно. Вот она дисперсия получилась у нас. Тут что-то преобразовать надо немножко. Я не буду вас очень уж напрягать этими преобразованиями. Вот смотрите сами, что получается в результате. Получается, вот b минуса, это длина отрезочка, да? Скажем, вы ждете, значит, 5 минут, да? Вот это вот 5 в квадрате, 25 квадратных минут делить на 12. Вот на квадрат длины всего времени ожидания делить на 12. Ну, а σx, то есть среднее квадратическое отклонение, это корень, то есть длина отрезка делить на 2 корня из 3. Примерно 0,29. 0,3. То есть вот в среднем будете вы приходить в серединке отрезка плюс-минус 0,3. Значит, 5 минут на 0,3, полтора минута. То есть в среднем через 2,5 минуты начнется плюс-минус 1,5. Так, я вас благодарю за внимание. Вот объем информации, который пытался до вас донести, оказался достаточно большим. Почему я спешил его донести, хотел вам в следующий раз начать рассказывать длинную, занимательную историю в лицах, имеющую прямое отношение к вычислению определенных интегралов. Разрешите откланяться. Всего вам доброго. Жду. До свидания.